— Слышишь, как тебя? — крикнул толстый белотелый господин, завидев в тумане высокого и тощего человека с жиденькой бородкой и с большим медным крестом на груди. — Фигура, поддай пару! — Я ваш высокородие, — ответил как тебя. — Не банщик, я цирюльникс. Не мое дело пар поддавать. Не прикажете ли кровососные баночки поставить взамен? — Толстый господин погладил себя по багровым бедрам, подумал и сказал, — Пожалуй, поставь банки-то, мне спешить некуда. Цирюльник сбегал в предбанник за инструментом, и через какие-нибудь пять минут на груди и спине толстого господина уже темнели десять банок. — А я вас помню, ваш благородие, — начал цирюльник, ставя одиннадцатую. — Ведь вы же у нас в прошлую субботу-то изволили мыться, и тогда же я еще вам мозоли срезал. Помните? Я же цирюльник Михайла. Ну-с. Но вы еще и изволили меня насчет невесты расспрашивать. — А-а-а, кажется, помню. Так и что же? — Да ничего с вашего сокобродия. Говею я теперь, и грех мне осуждать, но не могу не выразить вам по совести. Пущай меня Бог простит за осуждение, но невеста нынче пошла все непутящее, несмысленая. Прежняя невеста желала выйти за человека, который солидный, строгий, с капиталом, у которой все обсудить может, и религию помнит. А нынешняя льстится на образованность. Подавай ей, значит, образованного. А господина чиновника или кого из купечества не показывай. А смеет? — А я скажу, образованность-то разная бывает. Иной-то образованный, конечно, до высокого чина дослужится. А другой весь век в писцах просидит. Похоронить не на что будет. Да мало ли нынче таких. Вот к нам сюда ходит тут один образованный. Телеграфист. Все превзошел, депеши выдумывать может, только моется без мыла. Смотреть жалко. — Беден да честен, — донесся с верхней полки хриплый бас. — Такими людями гордиться нужно. Образованность, соединенная с бедностью, свидетельствует о высоких качествах души. А ты, цирюльник, невежа. Михайло искоса поглядел на верхнюю полку. Там сидел и бил себя по животу веником тощий человечек с костистыми выступами на всем теле. И состоящий, как казалось, из одних только кожи до ребер. Лица его не было видно, потому что все оно было покрыто свесившимися в ней с длинными волосами. Видны были только два глаза, полные злобы и презрения, устремленные на Михайлу. — Из этих, из длинноволосых, — мигнул глазом у Михайла. — С идеями. Страсть, сколько развелось нынче такого народу, не переловишь. Лишь патлы распустил шкелет. Всякий христианский разговор ему противен. Все равно, как нечистому ладан. За образованность вступился. — Таких вот и любит нынешняя невеста. И именно вот таких, ваше высокородие. — Нечто не противно. Осенью зовет меня к себе одна священникова дочка. — Найди, — говорит мне, — Мишель, — меня в домах Мишелем зовут, потому что я там дам завиваю. — Найди, — говорит мне, — Мишель, — жениха, чтобы был из писателей. — А у меня на нее счастье был такой. Ходил он в трактир к Порфири Емельяновичу и все стращал в газетах пропечатать. — Подойдет к нему человек за водку деньги спрашивать. А он его сейчас по уху. — Да ты с меня деньги. Да ты знаешь, кто я такой. Я могу в газетах пропечатать, что ты душу загубил. Плюгавый такой, оборванный. Но прельстил я его поповскими деньгами, показал барышнин портрет, костюмчик на прокат достал. А он не понравился ей. Меланхолик, — говорит, — в лице. И сама не знает, какого лешего ей нужно. — Это клевета на печать, — послышался хриплый бас с той же полки. — Это дрянь. — Это я-то дрянь? — Счастье ваше, господин, что я в эту неделю говею. Я бы вам за дрянь сейчас сказал слово. Вы, стало быть, тоже из писателей? — Я, хотя и не писатель, но не смей говорить о том, чего не понимаешь. Писатели были в России многие. И пользу принесшие. Они просветили землю. За это самое мы должны относиться к ним не с поруганием, а с честью. — Говорю я о писателях, как светских, так равных и духовных, между прочим. — Духовные особо не станут такими делами заниматься. — Да тебе, цирюльнику, не вижу не понять. Дмитрий Ростовский раз, Иннокетий Херсонский два, Филарет Московский три, а прочие другие святители церкви, сколько своими творениями достаточно способствовали просвещению? Михайло покосился на своего противника, покрутил головой и крякнул. — Ну уж, это вы что-то того, сударь, — пробормотал он, почесав затылок. — Что-то умственное у вас. — Недаром и волосы такие. Недаром. Мы все это хорошо понимаем. Сейчас вам покажем, какой вы есть человек. Пущай в ваш броди баночки на вас постоят, а я схожу только. Михайло, подтягивая на ходу свои мокрые брюки и громко шлепая босыми ногами, вышел в предбанник. — Сейчас выйдет из бани длинноволосый, — обратился он к малому, стоящему за конторкой и продававшему мыло. — Так ты, малый того, пригляди за ним. Он тут народ ходит, смущает, с идеями. За Назар Захарычем безбегать. — Да ты скажи мальчикам-то, — сказал малый. — Сейчас выйдет сюда длинноволосый, — зашептал Михайло, обращаясь теперь к мальчикам, стоявшим около одежи. Он смущает народ. Поглядите за ним, да сбегайте к хозяйке, чтоб за Назар Захарычем послали протокол составить. Слова разные произносят, с идеями. — Какой же длинноволосый? — встревожились мальчики. — Тут никто из них не раздевался. Всех раздевалось шестеро. Тут вот два татара, ну тут господин раздевшись, вот искупцов вдвое, тут дьякон. Больше никого. Ты знать отца дьякона-то за длинноволосого принял? — Да что вы черти выдумываете, — ответил цирюльник. — Я знаю, что говорю. Михайло посмотрел на одежду дьякона, потрогал рукой ряску и пожал плечами. По лицу его вдруг разлилось крайнее недоумение. — А какой он из себя? — Ну, худенький такой, белобрысенький. Бородка чуть-чуть, все кашляет. — Ой, — пробормотал Михайло. — Да я, значит, духовную особу облаял. Комиссия отца Денисия. Вот же грех-то. Ведь я говею, братцы, а теперь же грех. Как исповедоваться теперь буду, ежели я духовное лицо обидел? — Господи, прости меня, грешного, пойду просить прощения. Михайло почесал затылок и, состроив печальное лицо, отправился в баню. Отца дьякона на верхней полке уже не было. Он стоял внизу у кранов и, сильно раскорячив ноги, наливал себе в шайку воды. — Отец дьякон! — обратился к нему Михайло плачущим голосом. — Прости меня, Христа ради окаянного! Дьякон вздрогнул, обернулся и сказал. — За что такое? Михайло глубоко вздохнул и поклонился ему в ноги. За то, что я подумал, что у вас в голове идеи есть.